День Святой Великомученицы Екатерины отметили и в Ташкенте. В Свято-Успенском кафедральном соборе в этот день всеночное обдение и божественную литургию совершил митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий. Недавно в Свято-Успенском кафедральном соборе появилась икона с частицей мощей Святой Великомученицы Екатерины. Она была подарена митрополиту Викентию в день его тезаименитства. Теперь у жителей Ташкента особый повод для изучения жития этой святой и молитвы к ней. Святая Екатерина была высокообразованной в светских науках и к делу постижения науки божественной тоже отнеслась с должным вниманием и ответственностью. Она глубоко изучила православную веру и говорила о Христе не только благодаря божественной помощи, но и благодаря собственным трудам. Это помогло ей обратить в истинную веру 50 мудрецов, поклонявшихся ложным богам. В день памяти Святой Екатерины митрополит Викентий обратил внимание своей паства на то, как важно проявлять инициативы в духовных делах, а именно стараться получше узнать свою веру, задавать вопросы священнослужителям. Вся наша беда в том, что мы ее очень плохо знаем, свою веру. Мы не учимся своей вере. Мы считаем, что это не надо. А мы видим из жизни Великомученицы Екатерины, что она изучила, глубоко изучила свою веру, которую она должна принять. Сейчас у нас в нашей церкви, в нашем здесь соборе, каждый день находится дежурный священник, дежурные семинаристы, девочки, мальчики, и они готовы ответить на любой ваш вопрос. И я лично готов ответить на любые вопросы, которые вы имеете. Но почему-то вы не интересуетесь, потому что считаете, что все знают. А кроме того, отметил Владыка, важно применять в жизни учение Христа, не относиться к нему только как к теории. В частности, необходимо принимать участие в делах милосердия, в конкретных делах помощи ближним, что необходимо знать друг друга, помогать, быть настоящими братьями и сестрами. И вот у нас с вами есть здесь в церкви социальный отдел. Социальный отдел организовывает различные направления к тому, чтобы помочь людям в бедах, в бедах и находящихся. В бедах, в трудовом, вискотах. У нас есть много людей, которые прикованы к постели, лежат дома. Никто, к нему не могут прийти. Некому подать стакан воды, принести лекарства, принести пищу. И мы приглашаем вас к тому, чтобы вы проявили свое христианство, проявили свою любовь к своему братьям и сестрам. Редактор субтитров А.Семкин